Здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую прекрасную игру, как The Walking Dead. На повестке дня у нас последняя серия, и, в общем-то, это прекрасное-прекрасное место. Он уже знает. Что я хочу с ним сделать? Что, похоже? Что, не так уж, может, и плохо? Что тут на картине у нас? А, телевизор. Ну, был же когда-то. Так что, ребят, мы еще с вами неплохо устроились. У нас все хорошо, у нас есть крыша, над головой у нас есть еда. А так, наши неприятности, да даже не неприятности. Вот у них неприятности. Тогда прекращай таращиться в окно и делай что-нибудь. Ой, какая прекрасная вообще территория. Нижние окна прям в упор на стенку смотрят. Отличный вид, должно быть, из них открывается. А варам-то как удобно, наверное. Спасибо. Посмотрите, просто сколько здесь? Метра три максимум? Нет, даже меньше, наверное. Меньше, меньше. Два. Хотя нет, все-таки три. Или два с половиной. Неважно. Но это все равно ужасно. Посмотрите, они спокойненько допрыгивают, вон. Не, метра два точно. Два метра. Не, три. Все, три. Три, зайдемте на трех. Так, и, конечно, Бен сейчас... Ой, Бен, давай ты будешь очень легким и не это самое. Ой, звук не очень хороший. Так, вон он. Ой, завалило, что-то его совсем. Бен. Он же живой еще, правда? Что-то Кенни сама... Так, тихо. Что-то не похоже. Кровь. Если бы ты был в порядке, крови бы не было. О, слишком много крови для ноги. Так, тихо. Кишки-то, ну, конечно. Кишки-то, не трогай, не трогай, не трогай, не трогай. Как же ты его так не вытащишь, блин. О, ну, у него все перекочеврежно. Ну, вообще-то глупо, на самом деле. Но другие ответы мне вообще не нравятся. Ну, это еще хуже. Да и мы не все, блин. Блин, Бена вообще завидит. Жалко. Пулю в лоб, по-моему. У нас же есть пистолеты, правда? Один точно есть. Ну вот, в Бена. В Бена выстрелили, поднялись, все. Он все же уже, чтоб не мучился. Да что тут обсуждать-то? Ну, вот это глупо. Бена мы уже не возьмем никуда. Бену облегчить... ...кончину. И убираться. Я, конечно, все понимаю, но... Ладно, мне пора носить. Ладно, прощай. Тебе-то зачем там было оставаться? Объясни мне. Ну, вот именно. Вот именно. Ты же все равно это сделал. Почему нельзя было это сперва сделать, а потом уйти? Ушли бы вдвоем. О, хрена, Кенни. По-моему, он сделал это специально, потому что знал. Стой. А ты не видела сверху? И не слышала ничего. Блин, ну как так вообще? Я не понимаю просто как... Почему? Не знаю. Я не могу сделать ничего. Бен был очень... ...мешаный. Кенни не могла оставаться. И... ...мешаный. И... ...мешаный. Что? Он идиот! Почему нельзя было сделать всё то же самое, но только побыстрее и тогда бы... Никто не мог уйти отсюда. Извините, Ли. Он не был плохой человек. Многие люди не могли всегда согласиться. Может даже я. Мы должны идти. Ну это несправедливо. Каким же дерьмом всё-таки иногда бывает жизнь? Чё похоже? Ой, кстати, вы заметили, нам поплохело уже. Мы уже какие-то бледненькие с валившимися щеками, с синяками под глазами. Да. Это очень плохо. Но я хочу что-то открыть. Что это? А теперь с Кенни, уйти. Значит, Омид и я должны быть защиты. Для нее. Эй! Эй! Только не падайте, ага. Спокойно. Ой. Только не обламывайся, дощечка. Ага. Это радует. Посмотрите. Осы. Даже обрисованы. Они никогда не знают где будет. Приятного, Дюй. Да. Мы не нужны еще зашел. Это нормально. Чё-то чем дальше, тем хуже. Мы уже готовы. Практически нас можно уже на стол подавать. С таким цветом лица. Какие-то каннибальские шутки. От отчаяния, видать. Ой, как их мало. И все, главное, клонированные такие. В одинаковых рубашках. Хоть бы толпу всю разноцветную сделали. Чё-то как-то неудачный взгляд такой. Во, я ж говорила! А откуда он так сказал? Она, главное, не сопротивляется даже. Смотрите, как бы... Не, мы пойдем. С тобой, Ли. Я ж говорила, точно беременная. Правда, странно, он сказал вроде, ты носишь себе еще одного ребенка, а она как-то даже никак не ответила на это ничего. Это странно. Ой, я бы не полезла. Не, ну-ка, я не знаю. У меня стик только на вкл и выкл работает. У меня не получается. Найс и слоу. Я бы не сказал, что ты ползешь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, спокойно. Ловись. Держись. Че, похоже? Плакать. Класс! А че делать-то еще? Ну все, понеслась моча по трубам. Ой, как все нехорошо-то, а? Я бы обосралась, вот честно. Кстати, вся эта толпа хочет тебя съесть. Это просто ахтунг. Еще шевелится хорошо. Ой, жесть. Вот этот момент... Это просто... Не знаю. Я, наверное, помолчу. Что-то когда я первый раз проходила, меня никто не куснул. Сейчас немножко профойлило. Все, мужик, кто б ты там ни был. Тебе... Тебе... Тебе все. Тебе все. Где наше оружие? Где наше стекло? Только не выпрыгиваю. Почему-то так прям... Вот эту дверь выделили незаметно. Открывай слоя. Что-то... Я хочу сперва смотреться. Можно? Там пути к сступлению, все дела. Сейчас точно так же. Чтобы у меня выглядеть, если не хуже. Если не хуже. Возьми. Дальше. Что-то. Возьми. Не, ну мне кажется, юлить не стоит, да и, в общем-то, я буду делать, как я уже сказала, буду выкладывать и делать все так, как я уже делала до этого, чтобы было по чесноку. А стекло где? Выкинул? Да, скорее всего. Ну что, козел. Педофил несчастный. Нет. Я вот чувствовала, что это так просто не дастся нам тогда. Слишком это было просто. И маньяк. Ко всему уже. Псих, простите. Конечно. Психопат. Всем приходилось. Так. СМЕХ. 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 А. Ого. И. Это не важно. Если ты так скажешь. Я ее очень плохо слышал. Мой сын, Адам, потерялся. Я взял его кушать, даже если моя дочь сказала, что он слишком молод. Я думал, что он должен научиться. Я вернулся без него, и он говорит, что он сказал. Ты монстр. Мы все заходили за него. Мы никогда не нашли его. Я вернулся так плохо. Тогда вы взяли все наши вещи. Вы убрали нас. Вы убрали нас. Вы убрали нас. Но не после этого. Что значит она ушла? Нормальный мужик не отпустит. Жена с ребенком ушла, блин. Мало ли что она там сказала. Подошел, схватил, по жопе дал и все. Взял. Бесхозная. А где она была? Кого хреново бросили вещи посреди леса? Написали бы записку, я не знаю. Или дверь бы хотя бы закрыли в эту машину. Нравится мне эта улыбка. Она что, все это время работала, что ли? Не, в смысле... Или он все от Клем выяснил? Когда выяснилось, что рец. Да иди-то... Ну, ну, конечно. Да что ты говоришь? Кто поговорил? Да иди-то в ж... Педобраз. Восемь ей. Что? Ага, конечно. Конечно. КОНЕЧНО! Иди-то к черту. Что? Там точно голова. Вон он. Я прям чувствую, что там голова. Да я, в общем-то, знаю, что там голова. По-моему, это довольно очевидно. Он же псих. Почему она не идет? Махач. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Ах ты гад. Ты умрешь, сволочь, за то, что ты меня творишь. Лучи, гнида казематная. Умри, гадина такая. Души, вы души, вали. Уже палец не работает. Я все равно жму. Уже не надо, но я жму. Одну руку я задушил. Офигеть, на самом деле. Задушить не так-то легко. Тем более, вполне себе здорового мужика. Я-то знаю. Он не умер. Он просто сознание потерял. Но, простите, но я все-таки... Он искать будет. Да, вот-вот я о том же. Ну, у нас для нее все равно плохая новость. Спасибо. Да, поговорить нам нужно. Ну, о чем речь? Ну, блин, я сразу догадалась, что он говорит с головой, в общем-то. Так, это не то. Ну, давайте уходить тогда. Здрасте. Что, за своего признал, что ли? У нас есть план? Что-то это напоминает, да? Бедный Глен. Если вы понимаете, о чем я... Ну, что, кишочки? Каким местом она сказала, как? О, нет. Мерзопакость просто. Мне даже смотреть на это неприятно. На плечи бы еще и намотать на шею кишочков. За то живо останешься. Потом за город выберешься, в речке скупаешься. Насколько это возможно? Осенью. Откуда он ее достал? Мне интересно, это за пазухи, что ли? Ну. Ну, ну, ну. Не хочу тебя расстраивать, Клен. Будем надеяться. Рацию бросили, нахрена она уже нужна. Хотя, на самом деле, она могла пригодиться. Потому что, как бы, это самое, все-таки она работает. Это уже хорошо. Так, ладно. Она нужна выберется. Спокойненько. Идем. Ты отвалишь? Ага. Ты отвалил? И ты не подходи ко мне. Блин, ну это жесть вообще, на самом деле. Очень жутко. Так, подходите, тетенька. Мне не нравится. Так, вот ты, Боров, толстый. Не надо меня отрубить. Ага. Так. Спок. Спокойненько. Идем. Аккуратненько. Не подходи. Не подходи, я сказала. И ты не подходи. Никто не подходите. Родители увидела. Ой, как вывели. Прям посреди поля ходящих. Мама уже почти готова. Как она нас утащила? Как? Это просто, блин. Да мы поняли уже. Поехали. Поехали, слава. Они мертвы. Они действительно мертвы. Климентарненько. Мы должны отходить сюда. Как быстро мы можем. Мы можем. Есть тысячи из них в окна. Мы должны. Я защищу тебя. Мы поднимем. Нет, нет. Это невероятно. Я спасал тебя. Мы здесь безопасно. Я нас встал. Поехали. Поехали эту двуку. Я не могу. Поехали! Он уже готов просто, у него сил нету Клементарь, honey Клэм, what, what happened? No, 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 that's, that's not, no, 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 no Yes, Клем, it is It's gonna be okay, you are gonna be okay We just have to think and work together Ладненько, осталось только ее вытащить отсюда, а там уже не важно Блин, мы почти готовы, у нас сил вообще уже ни на что Сидит такой Мне так нравится, знаете, вот эти ситуации, когда я помогу тебе и как бы человек вроде как готов помочь Но при этом он просто идет и как бы рядом Я пытаюсь, я пытаюсь Еще немного Давай, Клем, подойдем Я вытащу тебя отсюда Ты будешь жить Давай, Ли Давай Давай, вставай Чуть-чуть Давай, давай, Ли Давай, давай, мужик Постарайся Давай, Клем Бедный мужик Давай, милая Мы тебя вытащим отсюда Дальше Так, давай, убиты Давай, Клем Давай, давай, Клем Что-то какие-то уже финальные наставления Знаете, ни в одной другой игре никогда вам не дадут возможность почувствовать себя тем, кто уже умирает, но пытается все-таки спасти того, кого любит Так, наручники, это первым делом Наверное Ладно, я буду делать так, как я делала Надо его пристегнуть Пока не поздно Иначе у Клем могут быть две проблемы вместо одной Я не хочу Странно, что он не встает никак Оружие Оружие можно убить А потом заврать ключи Плохо Клем Стоп, стоп, стоп Нет, нет Осторожно Осторожно Оружие 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сына, вы рассказали ему о прошлом, вы убили его сына, чтобы ему не пришлось, он пропал в стае ходячих. Тра-та-та. Ну, в общем, если вам интересно, вы это почитаете. Да. Вот такой вот у нас финал. Замечательный. В общем, игра офигенна. Мягко говоря. Потому что это... Я не знаю, это просто охрененно. Я очень рада, на самом деле, что я не начала тогда, когда меня просили эту игру. То есть, меня просили довольно-таки давно. Я говорила еще, что я начну ее прошлой весной. Но как-то все не получалось, не получалось. И, в общем-то, слава богу, что я не начала, когда я не знала просто, что начать. Вот так вот. Хе-хе-хе. А я не начала, когда было желание, то есть, дождалась осени, когда такое немножечко философское задумчивое настроение, какое-то состояние такое. Тем более, в игре осень тоже. Очень хорошо пошла игра, очень хорошо легла и на погоду, и на настрой, и вообще на все. Боже, я, наверное, долго буду еще вспоминать. Отпечаток оставила, конечно, мощный, глубокий. И вообще, такие игры, они, в принципе, не остаются незамеченными. И не так быстро выветриваются воспоминания о таких играх. И это здорово, потому что таких игр, на самом деле, не так уж и много. И каждый раз, натыкаясь на что-то подобное, у нас только пробирающая. Просто хочется действительно радоваться, что такое есть. Но печально, конечно, то, что ты с этим, когда знакомишься, второй раз, это уже такое впечатление не производит. Потому что первый раз самый, самый. И мне очень жаль, что вы не увидели, в общем-то, эту же, в общем-то, главу. Это же эпизод, только, скажем так, с моими самыми первыми впечатлениями. Но я, в принципе, старалась реагировать на все так, как я реагировала в первый раз, чтобы вам хотя бы тень моего первого впечатления осталась. Но разреветься я и так разревелась, поэтому тут вы ничего не потеряли. Игра офигенна. Просто... Просто офигенна. Десяти с десяти. Я вот прям очень теперь жду второй... Второй эпизод, господи, вторую... Вторую главу. Ой, господи, вторую главу. Вторую часть. И, в общем-то, она обязательно будет у нас на канале, потому что... Потому что быть ей, да. Ну, это прекрасно. У меня просто нет слов. Ребята постарались на славу. Пойду поплачу, что ли? На самом деле, действительно, как много игр, где главный герой погибает, но при этом в конце ты еще пытаешься что-то как-то повлиять на события и действительно влияешь на них. Я не помню таких игр. Вот чтобы именно вот в таком вот виде это было все подано. Ладно. Кстати, мы не успели сказать Клем, что ребятки ждут около поезда. гильзы. Гильзы. Это не Кристо и Амит. Вон там повыше, пониже как раз идет что-то. А что она стоит? Мне вот интересно все-таки, она стоит, думает обратиться или нет или боится, что ее заметит. Я думаю, все-таки думает подойти или нет. Опа, заметили. И тут она точно испугалась. Да. В общем, ну ладно, мы с вами видели то, что после пятой главы там еще что-то есть. Давайте посмотрим, что это такое. А, 400 дней. Ага. Ну, 400 дней, я думаю, у нас будет, но как-нибудь попозже. Пока что на этом завершим наше прохождение. В общем, я надеюсь, что это прохождение вам понравилось. Оно было полностью слепым, если не считать пятый эпизод. И черт, вот почему именно на пятом эпизоде, а? Ну, вот почему? Так обидно? Вот, если бы вы знали. Ну, в общем, ладно, не важно. Все равно игра прекрасна. Я надеюсь, что прохождение вам понравилось. Если вы каким-то таинственным образом еще не видели эту игру, я надеюсь, что игра вам тоже понравилась. В общем, увидимся в 400, в 400, господи, в 400 днях и, в общем-то, в других прохождениях. Всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Seven, The Walking Dead. В общем-то, всем удачи и пока-пока. Пока-пока.